Как возникает мафия? Сразу хочу сказать, что то, что я сейчас расскажу, это мой творческий вымысел, ничего больше, впрочем, который, возможно, имеет под собой какие-то основания. Итак, сейчас я попытаюсь, ну, как бы, немножечко дать свои мысли о том, как возникает мафия. Итак, смотрите, мы всегда жили, ну, как бы, не очень богато, еще при Советском Союзе, и при Советском Союзе в конце, значит, там был полный развал, и во время этого полного развала, еще при Брежневе, ну, буквально было принято тащить все, все вокруг колхозное, все вокруг мое, то есть люди тащили все, что могли на том месте, где они работали. То есть с завода, так сказать, там что-то вытащить на заводе, ну, это запросто у нас было. И первые кооперативы, кстати, которые при Горбачеве появились, они тоже, так сказать, были основаны на заводах, потому что люди на заводе что-то вытачивали и продавали, ну, как бы, вовне, потому что, ну, государственные предприятия это не могли делать почему-то, а люди вполне могли. И самые смышленые руководители, они как раз это, заводов, возглавили эти кооперативы и обогатились. Вот, но речь не об этом, а речь о следующем. А если вы работаете на заводе и способны что-то сделать, то вам, наверное, повезло, потому что вы можете, как бы, ну, вы могли что-то выточить и продать. А что было делать, ну, тем, кто не работает и не способен ничего сделать, ну, например, простому гаишнику, да? Вот, он простой гаишник, он работает на, ну, как бы, работник жезла. И что он мог продать? Да ничего, свой жезл. И, соответственно, эти сотрудники, они всегда немножечко, ну, приворовывали, так скажем. Ну, при Советском Союзе это было повсеместно. И, ну, они были такие милые ребята, они брали небольшую мзду, там, значит, там, 10 рублей был штраф, например, они брали 5 рублей, там, ну, я утрирую, может быть, там, ну, 50-20, там, соотношения были такие. Но деньги были крайне небольшие. И это было, ну, небольшой добавкой к их зарплате, потому что, как говорилось, надо выживать всем. И, ну, они вот таким образом выживали. То есть, ну, вот так было. Всегда причем было так. При Брежневе потом, значит, Андропов там дисциплину повышал. Ну, а откуда деньги? Ну, вот, дальше там кто после Андропова Черненко, Горбачев. Но денег-то у людей нет, и люди просто, ну, приворовывали. Так было всегда. И всегда гаишники немножечко брали денег. Ну, они были такие, я говорю, милые и спокойные. Но со временем, когда вот уже, ну, при Ельцине стало следующее, что денег-то нету, а их надо где-то добывать. И даже Ельцин тоже понимал, что, да, воруют, ну, а что можно сделать? И они мало зарабатывают. И гаишники стали брать больше немножечко. И сложилась такая ситуация. Есть начальник у гаишника, который имеет высшее образование, который, значит, там, ну, он сидит в конторе, ему хорошо. А эти, так сказать, как бы какие-то прапорщики там, они на поле, они на дороге, и они зарабатывают. Вдруг начинают получать доходов больше, чем вот эти вот, скажем, лейтенантом, старший лейтенантом, майор и так далее. Вот. И понятно, что вот эти лейтенанты, они стали, так сказать, задумываться, а как же нам надо делать, нам же тоже хочется. И поэтому в какой-то момент времени, вы, возможно, помните, на дорогах вдруг стали появляться лейтенанты, капитаны и даже майоры. Иногда нас начали останавливать, и все чаще и чаще. А прапорщиков на дорогах уже не стало, потому что, ну, от этой кормушки их отстранили офицеры, имеют право. Вот. Прапорщики уже были, так сказать, там, какие-то бумажки заполняли в конторе. А офицеры как раз вышли на дорогу заниматься традиционным делом, продавать проезд за дорогу. И они уже немножечко, ну, так сказать, там, немножечко зверствовали. И, конечно же, вот этим низшему звену, конечно, это не нравилось. Там назревали конфликты какие-то, я думаю. Вот. Я думаю, потому что я об этом ничего не знаю. Это мои предположения и мой творческий вымысел, я повторяю. Вот. И со временем, ну, как бы, стал возникать конфликт. И, ну, скажем так, я предполагаю, что они договорились. То есть прапорщик говорит, слушай, ну, давай ты меня будешь посылать, я буду взимать так мзду с водителей, в двойном размере просто, и буду делиться с тобой. Ну, говорит, окей, хорошо. И дальше возникла такая ситуация, что офицер распределяет места, где будут стоять вот эти вот, ну, инспектора. И эти места были, часть мест было хлебное, а часть нет. И самое хлебное место стоило столько, так сказать, там столько-столько. Появились тарифы. И появилось вот такое вот, ну, как бы, ну, тарифы, да, там расценки какие-то. Вот за это место ты заплатишь столько. Машину мы тебе дадим вот либо такую, либо такую. Я не открою, наверное, секрет, что служебные машины у полиции, конечно, есть, но никто им не дает деньги на ремонт машин. Эти деньги тоже присваиваются, судя по всему, вот этими, те, кто распределяет деньги. А гаишники ремонтируют эти деньги на свои, за свой счет вынуждены. Ну, как за свой счет? Они приезжают к ремонтнику и говорят, слушай, сделай мне машину бесплатно, я тебя отпущу. И, ну, тоже коррупция на самом деле. Вот, и гаишники начали драть немножечко больше, потому что надо вышестоящему лицу отдать половину выручки фактически. Ну, а вышестоящее лицо прекрасно знало денежные потоки, которые можно собрать, и поэтому она, ну, как бы, ставки уже устаканились. Поэтому, ну, как бы, вот она справедливость. Вот, но у вот этих вот капитанов, там, майоров, у них есть более высокое начальство, во-первых. И это более высокое начальство тоже стало, говорит, слушай, ну, там, управление собственной безопасностью и так далее. Говорит, слушай, ну, делиться надо, нам тоже надо. Вот, и, ну, наверное, так сказать, они там как-то их убедили. У них есть методы убеждения, особенно управления собственной безопасностью. Вот, и они говорят, хорошо, мы будем отдавать тебе тоже часть. Кто будет собирать эту часть? Естественно, те гаишники, которые стоят на дороге. И если вы помните, был такой период, когда гаишники просто начали зверствовать. Потому что они работали как стахановцы. То есть у них всегда стояла машина, которую они разували. И если гаишник остановил машину, и даже если у него нет никаких причин для штрафа, он говорит, слушай, ну, ты сам придумай причину, но денег ты должен дать. Вот буквально таким открытым способом это было. Я ездил много вот в те годы, так сказать, в 90-е. У меня просто была, в моем учете, была статья штрафа, там, сказать, гаишникам или там проезд. Да, даже эта статья шла, это просто как в транспорте. Потому что это, ну, само собой разумеется, потому что если я ехал в Москву и не заплатил штраф при этом гаишнику, ну, это, ну, один к трем на самом деле. То есть в каждой третьей поездке обязательно меня останавливали и платили. Ну, то есть это было массово. Вот. И, ну, конечно же, тоже стало возмущение. Говорит, слушайте, ну, мы не успеваем так много денег собирать, надо уже что-то делать. И тогда, значит, завершающий этап уже дошло до министерского уровня и до депутатов. И дальше уже депутаты начали принимать вот эти зверские законы о повышении штрафов. Потому что, ну, все, вот оно, государство полностью, значит, стало крышевать эту штуку. И вот эти потоки дошли уже не только до министерского уровня, но и до депутатского. Вот государственная мафия в чистом виде. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, если вы помните, был такой министр Нургалиев, которому дали задание побороть мафию. Он сказал, что все, через два месяца отчитался, что коррупция полностью побеждена. Но при этом, когда ушел Нургалиев, рассказывали, что, значит, вот есть кабинет Нургалиева и есть соседний кабинет какого-то человека, который вообще не занимает никакую должность. У него соседний кабинет с министром внутренних дел. И он не занимает никаких должностей, но играет важнейшую роль в структуре МВД. То есть, ну, грубо говоря, это был, ну, черная касса, грубо говоря, черный вот это вот руководитель общака, от которого зависело, кого назначат, а кого нет. Потому что, ну, если он говорит, что хорошо, ты хочешь там быть замом, пожалуйста, но сейчас вот ты должен заплатить вступительный взнос, там, значит, там 10 миллионов рублей, и потом ежемесячно, значит, ты должен в казну, значит, в общак платить такую-то сумму. Это мои домыслы, потому что об этом, ну, никто не говорит, но то, что сказал Жириновский, очень похоже на такую структуру. И вот, пожалуйста, я думаю, что на государственном уровне есть такая же система. Более того, я когда общался там, ну, с людьми, которые, ну, там, мне нужно было в местную администрацию там что-то сделать, и я говорю, ну, к кому обратиться? Говорят, вот этот, 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 значит, это вот мэр есть, и, значит, ну, мэр это понятно, это глава всего, вот, и говорит, ну, есть заместитель мэра, есть заместитель мэра по финансовой части, он связан и... не буду говорить с кем, вот, но говорят, что вот от него практически все зависит, и финансовые потоки идут через него, он назначенец из Москвы. И с этим человеком ничего не сделать, он не подвластен мэру, но он, как бы, рука, вот, тех, кто сверху. То есть, то, о чем говорил Жириновский, похоже. Вот, ну, вот, повторяю, что все это мои домыслы, никаких фактов я других подтвердить не могу, но вот такие мои мысли. А что думаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях, сейчас поставьте лайк, и до встречи. С вами был Демитков Юрий.